Сан-Дыркин Сан-Дыркин Попробуем первый кирпич положить в следующий посадок Немало интересного для детей будет и в самом садике Заведующей вручили символический ключ И вот красная ленточка перерезана, гостью стремились на экскурсию Первые впечатления самые радужные Это что-то новое, да Это только в детских центрах мы, наверное, такое видели, что в этом садике есть Мы мечтаем особенно попасть сюда, потому что здесь есть бассейн Чудоград рассчитан на 240 мест В садике будут работать 13 групп Первый этаж здания отдан детям раннего возраста с полутора лет Приоритетным направлением детсада будет инженерно-техническое Юных воспитанников ждет много интересных занятий Лего-лент, эстетический центр, спортивный зал, бассейн, студии творческих идей, букросинг и шахматный холл Создана вся необходимая материальная база, предметная среда оснащена современным оборудованием, инновационным оборудованием, интересным, ярким, красочным Поэтому все условия созданы для того, чтобы в нашем городе, в Чудограде росли и развивались чудо-дети На строительство нового детского сада потребовалось 175 миллионов рублей До конца года по национальному проекту «Демография» в микрорайоне будет построено еще два дошкольных учреждения В целом в рамках национального проекта в 2019 году будет построено 10 детских садов, введены две школы Город строится, город развивается, все это на благо горожан Молодежь, заселяясь в новый город, верила в будущее микрорайона Постепенно он обрастает всей необходимой инфраструктурой Новый город, это как новая молодежь Здесь очень все цветет, луговухает И ребенок наш растет и радуется здесь Третий Д-класс 35-й Чебоксарской школы уже второй год участвует в акции «Дети вместо цветов» Ребята решили не нести в День знаний каждый по букету, а подарить учителю всего один, но большой и красивый А все сэкономленные средства направить на помощь тяжелобольным детям палеотивного отделения городской детской больницы К примеру, в прошлом году ребята захотели помочь конкретному ребенку Мы нарисовали сердечки и написали пожелания одному мальчику, чтобы он выздоровел Он питался через носик Мы переводим деньги на лекарства и на специальное питание, чтобы дети выздоровели Некоторые думают, что учителя обидятся, если их оставят без охапки цветов Развеиваем миф Большинство из них поддерживает акцию и понимает важность добрых поступков Конечно, очень приятно, когда ребенок идет 1 сентября в школу с шикарным букетом цветов Но я думаю, не менее приятно, когда ребенок идет в школу вместо букета с хорошей, доброй улыбкой От того, что он сделал на 1 сентября доброе дело и помог детям Идея акции родилась несколько лет назад в одном из московских лицеев И была подхвачена различными благотворительными фондами по всей России В Чебоксарах организатором акции выступает фонд имени Ани Чижовой На его сайте можно оставить пожертвования и принять участие в акции С каждым годом, кстати, желающих становится все больше К примеру, в 2017-м, 1 сентября, 14 чебоксарских школ собрали общими усилиями 180 тысяч рублей на лечение восьмерых детей А в прошлом году уже 22 школы помогли закупить необходимые медицинские устройства для 18 ребят В этом году мы хотим помочь 22 детям Они различные все У кого-то генетические заболевания Кто-то врожденный ЗПР, ДЦП, грубой формой То есть им необходимы лекарственные препараты, которые не зарегистрированы в России А им очень нужны В этом году к акции уже подключились 14 школ И еще есть время к ним присоединиться Организаторы отмечают Такой своеобразный флешмоб не отменяет традицию дарить цветы педагогам в День знаний А добавляет ей новый смысл Никаких конкретных сумм взносов нет Любая посильная помощь важна для больных детей Перед началом нового учебного года в школах проводятся проверки и учения Специальная комиссия фиксирует, как срабатывают тревожные кнопки и насколько быстро реагирует охрана Группа быстрого реагирования Росгвардии должна быть всегда на чеку Поводы для вызова могут быть самые разные Поэтому сотрудники ведомства принимают участие в проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году В Чебоксарах 210 объектов образования находятся под охраной Росгвардии В каждом здании профильные комиссии проверяют сигнализации, тревожные кнопки вызова, исправность камеры видеонаблюдения А также дают рекомендации по обеспечению антитеррористической безопасности В этом году уже провели 71 учебную тренировку Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях В ходе проведения межведомственной комиссии сотрудниками отдела были выявлены различные замечания Где были выписаны замечания в наших актах обследования В основном это замечания по инженерной технической укрепленности Где отсутствует система видеонаблюдения Либо старая система видеонаблюдения Где устарели кнопки вызова полиции Насколько важна профилактическая работа в медицине доказывают экономические расчеты С каждого рубля, вложенного в пропаганду здорового образа жизни В издание брошюр и буклетов возврат порядка 5 рублей Это самый эффективный способ заботы об общественном здоровье Профилактическая работа в Чувашии построена на очень высоком уровне Чувашские коллеги очень эффективно работают На целом ряде тех направлений, которые входят сегодня в проект укрепления общественного здоровья Это и информирование населения Это и корпоративные программы общественного здоровья Работа с работодателями Это, конечно, и муниципальные программы общественного здоровья Поскольку в Чувашской республике эти программы реализуются уже сегодня Наряду с охраной общественного здоровья у нас в республике созданы условия и для индивидуальной профилактики каждого жителя Медицинские осмотры, диспансеризация, школьная медицина, массовая вакцинация, цеховая медицина Сейчас в активной разработке муниципальные программы Здоровое село, район, муниципалитет По многим направлениям в Чувашии прослеживаются передовые позиции В числе первых в стране у нас создан медицинский портал «Здоровое Чувашие» В 2011 году он был признан лучшим интернет-проектом в конкурсе проектов о здоровом образе жизни За 10 лет, которые существуют порталы, я думаю, ни один человек в Чувашской республике уже не мыслит себя без его существования Потому что это, с одной стороны, электронная регистратура, чтобы записаться на прием А с другой стороны, огромный объем информации о медицинских работниках базы данных огромная О методах профилактики, поскольку мы относимся к центру медицинской профилактики И информация о структуре больницы И самое главное, что, наверное, в первую очередь волнует наших пациентов, это их права В рамках национального проекта «Демография» в ближайшее время в республике начнется реализация регионального компонента по укреплению общественного здоровья Врачи намерены усилить работу по мотивации населения к здоровому образу жизни Включая правильное питание, отказ от курения и злоупотребление алкоголем Здесь самая главная задача, чтобы каждый человек, проживающий на территории Чувашской республики Понимал, что здоровье принадлежит ему И отрепотное отношение каждого человека к своему здоровью относится к состоянию здоровья населения Чувашской республики В рамках проекта планируется преобразовать центр медпрофилактики в республиканский центр общественного здоровья Более 1300 конкурсантов в 63 страны и региона, 56 компетенций и 4 соревновательных дня В Казани завершилось масштабное международное событие – чемпионат мира в WorldSkills Сборная России по итогам всех испытаний оказалась в числе лидеров В общем зачете команда нашей страны заняла второе место, завоевав 22 медали В числе получивших признание представитель Чуваши Евгений Краснов Молодой человек принимал участие в соревнованиях в компетенции «Кондитерское дело» По итогам всех конкурсных испытаний он показал высокий результат, набрав более 700 баллов За что и получил медальон 45-го чемпионата мира в WorldSkills Награду Альберто Видали, своеобразное гран-при чемпионата за наибольшее количество набранных баллов Получила россиянка Анастасия Камнева Она выиграла чемпионат в компетенции «Лабораторный химический анализ» Храм равноапостольных Константина и Елены средь шпал и рельсов начали возводить более пяти лет тому назад В мае 2015-го здесь осветили часовню и вот теперь в храме появился алтарь и он стал полноценной церковью Митрополит Варнава на территории предприятия «Объединенное железнодорожное хозяйство» гость нередкий Он в разные годы освещал оба предела храма по мере их возведения Так что вопрос, кто проведет молебен и окропит святой водой завершенный объект, даже не стоял Строются даши, строятся билы всякие для человека, живущего на земле Ну когда человек помирает, он ничего для себя не берет, не оставляет Оставляет эти нажитое богатство родственникам, храм уже для души построили Это уже богатство и будет за гробом Пусть исходит с этого храма вера, надежда, любовь И пусть нам исходит с этого храма Божья благодать, которая бы радовала нас, приносила нам счастье, приносила бы нам душевное упоение С момента освещения первого предела храма равноапостольных Константина и Елены он был открыт для прихожан ежедневно Сюда приходят не только работники предприятия, но и жители города Многие, когда мимо проходят, захочутся, я часто вижу Я рано прихожу на работу, сейчас в шесть, вот, по шести, вот, если посмотреть, люди заходят, свечи сжигают Когда заходишь в такую часовню, ты мысленно с богом, все сокровенные мечты и какие-то боли, ты ему рассказываешь И ты становишься более свободным Храм на территории предприятия возник не случайно Руководитель организации Виктор Горбунов построил его в память о дочери, трагически погибшей 10 лет назад Работники железнодорожного хозяйства рассказывают Как только услышали об идее возведения часовни, каждый посчитал своим долгом помочь Механик Алексей Макаров, например, в рабочие часы обслуживает автотранспорт Во внеурочное время занимался внутренней отделкой помещения под алтарь Месяц у нас ушло на постройку помещения, ну, как бы коробку собрать, кирпичную кладку, крышу сделать И месяц на отделку ушло А цвет стены внутренней отделки, как вы выбирали? Цвет стен выбирали, душой выбирали Душа сама выбрала До сегодняшнего дня служба в часовне проходила один раз в неделю, по четвергам После освещения храма, возможно, в скором времени у него появится настоятель По крайней мере, об этом митрополита Варнау попросил руководитель предприятия С 1 сентября в Чебоксарах повысится плата за проезд в общественном транспорте Она увеличится на 2 рубля, причем как при наличной, так и безналичной оплате Так, проезд в троллейбусе будет стоить 22 рубля, в автобусе — 25 Это если платить наличными По банковской карте и карте ЕТК цена, соответственно, 20 и 21 рубль Подорожают на 50 рублей и проездные билеты Они будут стоить 900 рублей, для студентов и школьников — 650 Последний раз стоимость проезда в Чебоксарском городском транспорте увеличивали полгода назад Жители республики начали получать налоговые уведомления А платить их нужно не позднее 2 декабря В этом году в системе расчета платежей и форме уведомлений произошли существенные изменения Теперь, кроме информации об объектах недвижимости, транспортных средствах и земельных участках, находящихся в собственности граждан Уведомление содержит и информацию о сумме налога на доходы физических лиц, которую налогоплательщик должен заплатить самостоятельно Также с этого года в уведомлениях не указываются объекты, в отношении которых предоставлены льготы Однако это не значит, что они не будут учитываться Список льгот при уплате налогов на имущество и земельный налог увеличился Теперь на них имеют право семьи, воспитывающие трех и более детей Уходят в прошлое квитанции об уплате налогов Вместо них в уведомлении указаны реквизиты для перечисления налогов QR-код, специальный УИН-номер и штрих-код Те граждане, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой службы Впредь будут получать уведомления только в электронной форме Оплатить налоги можно любым из удобных способов Чебоксары, улица Патриса Лумумбы Навстречу пожилой паре идет молодой человек Поравнявшись с ними, неизвестный начинает вырывать сумку Несколько секунд женщина еще пытается дать отпор Однако не справляется и злоумышленник пускается на утек Потерпевшая еще несколько кварталов пробежит за ним, а потеряв из виду, обратится в полицию К раскрытию данного преступления подключатся эксперты-криминалисты МВД Почувашии Улики они тщательно изучат и выйдут на главного фигуранта уличного грабежа Были обнаружены следы биологического происхождения В ходе дальнейшего лабораторного исследования нами был определен генотип предполагаемого преступника Молодым человеком, силой отнявшим сумку у 67-летней жительницы Чебоксар оказался 21-летний безработный местный житель Его добычей стал сотовый телефон и 5000 рублей Полицейским свой поступок он объяснил тем, что в тот день был пьян В настоящее время телефон изъят и будет возвращен законной хозяйке На время расследования в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде ареста Произведения из коллекции Чувашского художественного музея стали основой для необычной сувенирной продукции Ее разработали в Чувашском книжном издательстве Репродукции произведений признанных мастеров живописи и декоративно-прикладного искусства стали достойным обрамлением для подарочных книг К такому решению, по словам директора издательства Светланы Каликовой подтолкнуло желание создать нестандартную сувенирную продукцию которую можно было бы презентовать гостям республики Вот эта работа Терюкаловой «Гобелен Чуваш» она хранится в художественном музее Но благодаря тому, что мы сделали вот такую упаковку теперь об этом узнают не только постоянные посетители музея но и те, возможно, кто был далек от художественного изобразительного искусства Внутри этой коробки, а мы здесь указали, чья это работа, где она хранится мы положили книгу, конечно же, об узорах, символах и цветах, которые используются в вышивке чувашских мастериц Рядом лежит деревянная кукла, ручная роспись Таких комплектов разработано четыре и у каждого свое смысловое наполнение О философии и менталитете чувашского народа расскажет книга афористической поэзии «Сто стров» Обрамлением для нее послужила картина Юрия Зайцева «Матери» Под репродукцией работы Анатолия Митова «Жених и невеста с желтым конем» скрываются поэмы Нарспи на чувашском, русском, английском языках и кукла ручной росписи Такой набор, считают в издательстве, дает возможность достойно представить чувашу иностранным гостям показать им частичку народного искусства и культуры республики И уже завоевал популярность комплект, посвященный чувашской кухне Для него в качестве иллюстрации была выбрана картина Митова «Ужин в саду»